Президент 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 Время войны называли чеченцев русские солдаты чехами. Когда мы ездили через блокпосты, мы сказали чехи. Они сначала знают так, а потом узнали, что мы другие чехи. Но было такое понятие у чеченцев, что мы чехи, их чехов, больше понимаем, чем другие журналисты из других стран, потому что мы прожили 68-й год. Чеченские дети ложились ночью спать и просили Всевышнего детская молитва, чтобы завтра не было солнца. Потому что они понимали, когда солнце, прилетят самолеты и будут их бомбить. И когда нет солнца, у них есть шанс, что самолеты их не будут бомбить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я Нико Гварамия Грузин, директор самого крупного оппозиционного телевизия в Грузии, то бишь, самого крупного оппозиционного движения против России. Потому что, к сожалению, власть у нас прорусская. Если не сказать совсем уж русская. Но я абсолютно уверен, что это последняя русская власть в Грузии. И у этого есть свое объяснение, почему сейчас и почему последняя. Дело в том, что я, например, меня растила русская няня, тетя Шура Дорошенко. И первым моим языком был русский. Ну, не первым, давайте скажем, я, так сказать, начал сразу же билингвально разговаривать. И на русском, и на грузинском одновременно. Это было нормально. Я вырос в Сухуми, где на русском все говорили хорошо, прекрасно. Но меня оттуда выгнали. Выгнали, когда мне было 15, выгнали русский. А что там выгнали, перебили всех? Кто был важен, кого любили, кто жил жизни человеческой, нормальной. Русский. И этот затерянный мир, который сейчас называется Абхазией, и идет к полному самоуничтожению. Он мне снится. Снится не в кошмарах, в хороших снах. Снится мой дом. И, конечно же, когда я просыпаюсь, что же может быть эмоцией первой негативной? Ненависть. 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 К российскому империализму. Этому последнему извергу политической карты мира. Бойань. Растр weосоком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть, та пустота, то одиночество, которое я принял, это продолжение той пытки Они никогда не закончатся, пока я живу Они и сниться мне будут И болеть будут у меня Все вот эти фантомные боли Не бывает так, что тебя раз попытали, пожгли электрическим током И отпустили, и ты все хорошо, что закончилось Не бывает так Субтитры создавал DimaTorzok Ценность жизни только там начинаешь понимать Когда говорят, о, высшая ценность человеческой жизни Люди этого не понимают Они не знают, что это такое по-настоящему Если они не видели, как перед их глазами люди умирают Молодые совершенно Которые мечтали жить Или люди, которые не собирали кусочки, пластиковый пакет Недавно с тобой разговаривавшего, твоего-то, товарища Не понимают, что такое ценность жизни Они не видели, как молодых, 18 лет Ребят собаки едят Просто едят, как мясо Они этого не видели И они не могут судить, что такое ценность жизни Мне было 16 лет, когда я увидела своими глазами Как в город входят оккупанты В 1989 году в Тбилиси я наблюдала это прямо из окна Как ночью вошла бронетехника Соседка крикнула оккупанты Русский солдатик наставил на нее автомат Я навсегда запомнила это ощущение оккупированного населения Русский мир это рак совести Отрицание морали Еще очень важная черта русского мира И одна из базовых основ Одна из баз русского рейха Это отсутствие эмпатии Ты должен довести свое общество Вот это состояние такого Оно всегда находилось Просто когда-то подогревали Когда-то ослабляли Огонь под этим, под этой кастрюлей русского рейха Но главное, чтобы ты не сочувствовал другим Сочувствие в отношении чужаков Недопустимо в морали русской крестьянской крепостной общины СССР-то не распался Хотя многие считают, что СССР распался Нет, СССР трансформировался в СНГ Это было другое государственное образование Которое СССР трансформировалось Но в последующем все пошло не так Это Прибалтийские республики Которые отказались подписать СНГ ступить Потом Грузия, Гамсахурдия Не захотел снова возвращаться В это стойло, которое определили большевики Мне сообщили об этом И потребовали срочно Явиться на подписание документа И когда я это не сделал Против меня двинули армии И устроили путь в Грузии Но я лично, как президент, не мог решить этот вопрос так скоро, так быстро И сейчас тоже не могу вам ответить Потому что я должен консультироваться со своим парламентом Со своим народом Пока я выражу окончательную позицию Относительно сложного и столь важного вопроса Такие вопросы за 2-3 дня не решаются Я не мог слепо поехать и подписаться Началось с Грузии Первые события начались с Грузии Потом Чечня Потом уже И снова уже Полномасштабные действия России Российской Нового российского государства Захват территории Грузии И в 14-е год Украина И сейчас уже Если ДНР и ЛНР Они являлись какой-то Такой политической ширмой Или прикрытием для агрессивных действий России То со вчерашнего дня Путин сбросил даже вот эту ширму Он совершил полномасштабную агрессию Против независимого суверенного государства И сегодня он На виду всего мира Убивает людей Он убивает гражданское население Путин это продукт Это материализация чувственных иллюзий Большинства, к сожалению, россиян В глазах которых Имперское величие не было развенчано После распада СССР Поэтому они начали собирать империю снова Это такой код Код вот этой ментальной нации Пока сама идея При словах Великая Россия Или у России нет границ Или у нас есть интересы русские При этих словах Сами населяющие эту страну Территорию Люди будут бить друг другу морды И отходить на расстояние Максимальное Как это делают немцы Которые при словах Великой Германии Вспоминают К чему это привело Но для того Чтобы произошло разрушение Этой империи Она должна произойти Не только физически Прежде всего в сознании Идея превосходства Над другими Должна уйти в никуда Русские должны Ну и не русские Как они себя потом назовут Должны понять Что они не особенные Что это все придумано Что это переписанная Чужая история Что это наркотик Величие Наркотик по сути дела Расизма Который им ввели От которого они Не могут очухаться А детоксикация нужна Пока этого не произойдет Как с немцами Не произошло после войны Ничего не изменится И буфюреры будут Только меняться Понимаете И они будут себе Придумать новых вождей Но менталитет Не изменится Вот в чем проблема И да Я обвиняю русский народ Прежде всего Не верхушку этого айсберга Надо смотреть в корень Именно русский народ Не этнический Подчеркиваю Русскомирный народ Если хотите Там могут быть разные люди Но их объединяет идея Вот этого расизма И особенно Я настаиваю на том Что это именно Расистская федерация Это отношение Как к низшим Другим народам Внутри своей Условной вот этой территории Захваченной веками Это такое же отношение Очень яркий пример Украинца К которым относятся Русские так Как будто их нет Как будто это Они сами придумали Что украинцев не существует Они отрицают Само существование этих людей Они относятся к ним Вот это Замечали когда-нибудь Когда говорят украинцу Который приезжал Приезжал в Россию Говорят Ну салат это привез А грузины спрашивают Ну вино Чуршхел Это привез Когда они приезжали И приезжают в Украину Или приезжают в Грузию Они почему-то не идут на Там поминать память Погибших от русского оружия Имперского В Грузии Или в Украине Они не постоят В ни коленях Не плачут Не раскаиваются Опять же Отсутствие эмпатии О чем я говорил Это главный залог Отрезаем эмпатию И русский рейх построен Да Что-то так сложно понять Что ты виноват Ты отнял кусок территории Ты приезжаешь туда Как ни в чем не бывало И спрашиваешь А где вообще русский канал Почему так мало Русский канал В этом случае Мы сталкиваемся С доподростковым Инфантильным сознанием То есть это Абсолютная дегенерация Человека Это люди Которые не переступили Даже Развитие Пубертетного периода Я не говорю сейчас Метафорами Я не говорю сейчас Гиперболами Я говорю абсолютно Реалистично То что я вижу Это люди С 10-12 летним Уровнем мышления Что с этим делать Я не знаю Это тотальная Мозговая деградация Всего народа Всей нации Называйте как это угодно Всего государства Если мы посмотрим Как ведут себя Так называемые Представители культуры Актеры Там я не знаю Кого угодно можно брать Какого-нибудь Боярского Или еще Это же просто идиоты Это фактически Нравственные И интеллектуальные Идиоты Страна Больна Массовой Идиотией Поэтому Я не могу отвечать На твои вопросы И отвечать И ставить эти вопросы Бессмысленно Мы имеем дело С идиотами Больше ничего Нравственными идиотами Интеллектуальными идиотами Let's face it Как говорят англичане Давайте наберемся смелости И будем говорить об этом открыто Потому что так себя вести Может только идиот Идиот интеллектуальный Идиот нравственный Вот и все Мой ответ Эй грузин Давай-ка нам налей Давай-ка спляши Спой Это все что не знают про Грузию И сало И горилка Это все что не знают про Украину И га пока нам станцуй Вот вам чуваки Ну что это за демократы Либералы Которые Спроси у него Что такое Чечня Никто из них не скажет Что Чечня это свободная Это должна быть свободная Госуда Должна быть Они говорят Ладно Самый лучший либерал Такой вроде бы Такой Продвинутый Говорит Хорошо Хотят быть свободными Пусть будет Мы закроем их забором Закроем Все Пусть там подыхают А то что Советский Союз Выживал Только за чеченскую нефть Сто лет Выкачивали нефть И при этом Ни одной Ни одного процента В Чечне не оставалось Все деньги Доходы от нефти Забирались в Москву А потом 5% Где-то возвращалось В виде дотации Они находят для себя Всегда вот Я хочу просто сказать Сегодняшние Современные Российские либералы Большинство из них Если бы они были В состоянии Понятых Кто они На самом деле Они бы жить Не смогли Они презирали бы себя Путин Это всего лишь Верхушка Этого Ментального Айсберга Этого Этой кучи Ментального Дерьма Аморального Не Путин Был бы другой И суть Тут не в вожде Не в личности фюрера И Путин Когда пришел к власти Был абсолютно европейский Пригал С точки Говорил об интеграции С ЕС и НАТО Если кто-то вспомнит Эти времена Но потом он Понял Что с каким народом Имеет дело Он начал взрывать дома Консолидировать вокруг себя Создавать рейх Нашел первых Своих врагов Чеченский народ И начал ему мстить За попытку Освобождения От империи То Было в рядах Сопротивления У Дудаева В дудаевской армии В вязаных носках Шерстяных На них Такие Полуботинки Демисезонные На улице Война Зима Снег Очень холодно Нет воды Еды Вязаных Шапках Шарфах Они уже В копоте Видно Что они не ели Не пили И летят Вот эти вот Самолеты С ракетами Один ранен Там идет еще Перекрестная Перестрелка Слышны Канонады И летит Этот вертолет Один парень Умирает Второй Читает Ясен Над ним Это очень важно Чтобы Человек Спокойно умер Без страха Знаю Что он Предстанет Перед Всевышним И он Своему Другу Говорит Я не чувствую Свою Нижнюю половину Я не чувствую Свои ноги Ты мне честно Скажи Сколько Мне осталось Он говорит У тебя Все впереди И у нас Все впереди А потом Они Начали Резать Головы Западным Врачам И Выставлять Эти головы Как дело Чеченцев Вот Что такое Чеченцы Почему мы Должны Убивать Потому что Чеченцы Режут головы Врачам А чеченцы А чеченцы Это еще Предлагали Может быть Примосады Уже Они Послали Адреса Имена Списки Где Эти Убийцы Живут Если Хотите Мы Их Возьмем И Передадим Вам Или Вот Вы Разбирайтесь Чеченцы Все Знали Вот Пожалуйста Вот Убийцы Врачей Там Берите И А Они Не Брали Зачем Это Оружие Пропаганды На Запад Что Убийцы Чеченцы Их Надо Убивать У меня Есть Издание Выставки Про Зверства Россиян В Чечне Красочный Альбом Издал Поляк Не Сумели Издать Сами Чеченцы И Никто На Западе Этого Не Издал Потому Что Это Был Против Путина А Там Картинки Всякого Рода Включая Разрезанных Покойников Трупов Из Которых Вынимали Органы И Продавали Вот Пленным Вынимали Там Печень И Что Ничего 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 Чтобы Продать И Прочее Такое Но Это Снято Это Документарно С Именно И Вообще Про Всякие Там Убийства Гражданских Лиц Учительница С учениками Пришли Порастреляли Сожгли Списали На Чеченцев Хотя Чеченцев Как Нужно Больше И Глядь Там Было Изобретение Это Тюрьмы Ямы Глубокая Яма И Там Держат Людей Безвыходно Им Там Бросают Как Зверюшкам Немножко Пищи А Вы Там Будьте Там Справляетесь Со Своими Берутными Потребностями Тут На Место Все В Говне В Грязи И В Таком Ну Допотопном Унижении А Эти Наверху Смениться Вот Вот Вам Свобода Это Такое Ну Полное Бесовщина Бесовщина Вырождение Русских Первую войну Мы так и думали Что военные Будут разбираться С военными Не вмешивая Туда Жителей Воды же Не было Света Не было И Были же Семьи Вдовы Например Которых Ну Которым Некуда Было Деваться И В Грозном Где-то На Отшибе В Панельном Доме Она Старшую Девочку Шести лет Оставила Присматривая За младшими Мало-мало-меньше Пошла За водой Когда Она Развернулась Уже На месте Этой Стены Просто Где У нее Была Квартира Там Просто Огромная Дра И Вы Можете Себе Представить Состояние Этой Женщины Которая Только что Оставила Пятерых детей И пошла За водой А сейчас Она возвращается Там Зияет Дыра И оттуда Пожар Необязательно Терять детей Необязательно Терять Родственников Чтобы Чтобы Понять Этих Людей Надо просто Посмотреть Попытаться В глаза Посмотреть Надо просто Попросить Рассказать А что С тобой Было И Даже После Этого Чеченцы Не мстили Русским Они же Не приходили К ним Домой Чеченцы Не заходили Например В дом В Ставрополе В Краснодаре В Пятигорске В Москве Они же Не мстили Стил Кто Потому что Не мстили Чеченцы Это делали ФСБ Они поражались Почему Мы вас Убиваем Мы вас Мы вас Разрезаем Мы вас Расчленяем Но Откуда В вас Эта Стойкость И они Сами Это делали Сами Снимали Сами Показывали Мир Забыл Об этой войне А ведь Безнаказанность Началась Именно Тогда Российский Народ Как Подросток В классе До сих пор Не понимает Что он Натворил А что Я такого Сделал Спрашивает Он Это модель Непричастности Русского Народа И даже Наоборот Вины Всех Остальных Будет В дальнейшем Использоваться Войне С Грузией И войне С Украиной Они Не хотят Видеть Этих Свидетельств Они Не хотят Этого Знать Сколько Еще Мир Готов Терпеть Это Тупиковое Образование Зовущее Себя Российской Федерацией Это Народ Находящийся В подростковой Стадии Развития Умиляющийся Там Где Людям Страшно И ржуще Когда Все Плачут Готовы Проливать Слезы Над Своей Трагической Историей И в то же Время Равнодушно Смотреть Как Их Страна Убивает Ни разу Не сказав Слова Против Имперских Захватнических Войн Развязанных Их Страной Меня часто Спрашивают Как Россия Дошла До Такого Почему Она Превратилась В тоталитарное Государство Фашистского Типа С Вождем Фюрером Во главе Почему Она Стала Снова Воевать Тем или иным Способом Со всем Миром Искать Врагов Внутри И снаружи Убивать Отбирать Изгонять И так далее Почему Она Такой Стала Мой ответ Всегда Такой Россия Не Стала Такой Она Всегда Такой Была И Сообщество Под названием Русский Народ Не Этническое Сообщество Там Могут Быть Совершенно Разные Этнические Люди А ментальное Сообщество Русского Мира Оно Заточено Именно На Это Ментальное Убийство И физическое Убийство Всех Вокруг Инакомыслящих Внутри И Народов Культур Языков По Периметру До Чего Только Дотягивается Рука Этого Русского Рейха В разные Моменты Истории Он носил Разные Названия От Московского Царства До Советского Союза Российской Империи Российской Федерации Теперь Но Суть Никогда Никогда Не Менялась Твоя Жизнь Принадлежит Рейху И Ты Просто Даже Не Винтик А Амеба Какой-то Кусок Мяса В этом Кровавом Супе То Что Сегодня Происходит В Украине Вот Это Самое Страшное Я Желаю Украинскому Народу Выдержки Стойкости И Конечно Сегодня Говорит О том Что Все Начиналось С Нас Мы Пережили Это Это Как-то Не Совсем Будет Понятно Да Мы Это Пережили Да Мы Кричали Всему Миру Остановить Эта Чудовищная Войну Абсолютно Необъяснимую Ситуацию Мы Говорим Сейчас 30 лет Развал Советского Союза Ну да Мы Понимали Что Империя Зла Ее Так Назвал Реган В свое Время Советский Союз Ну Вроде Эта Империя Зла Перестала Существовать Но Для Чеченцев В их Судьбе Ничего Не Изменилось Потому Что Буквально Через Два Года После Распада СССР Новая Демократическая Россия Развязала Войну Которому Не было Аналога После Второй Мировой Войны Это Не Просто Мои Слова Или Какая-то Пропаганда Которая Мы Привыкли В последние Годы То Что Происходит В России И на Российских Это Реальность Это Город Грозный Был Стерт С лица Земли Десятки Населенных Пунктов Были Стерт С лица Земли И тогда Еще Президент Джохар Дудайо Он говорил Это Начало Ничего Ничего Не Изменилось Сущность Этого Этой Субстанции Я даже Не знаю Как Назвать Это Не Общество Это Не Национальность Я Абсолютно Не Нацист Но В данном Четкое Разъяснение Этой Имперской Мы Были Признаны 57 Странами Это Члены ОБСЕ Которые Признали Нашу Конституцию Они Организовали Наши Выборы На основе Нашей Конституции Конституция 92 Года Это И Есть Признание Нашей Страны Нашего Государства Да Но Нужно Четко Различать Признание И Установление Дипломатических Отношений Это Разные Вещи Это Уже Следующий Этап А С Россией У нас Практически Были Установлены Дипломатические Отношения Когда Президент Ельцин Заявил О том Что С Этого Дня С Этой Минуты После Подписания Договора В это Поверили Хотя Мы Не должны Были В это Поверить Даже Та часть Которая Зависит Пентально От России Это Тоже Все Будет Вылечено И Вас Ждут Времена Когда Вы будете Стоять На коленях И Это Будет Правильно Как Стояли На коленях Немцы Перед Теми Кого Они Порабощали И Это Будут Все Это Будут Не Только Украинцы Перед Которыми Просто На коленях Стоять Нужно Не Вставая Очень Долго Это Будут Не Только Крымские Татары Которыми Русский Рейх Издевается Уже Почти 250 Лет Изгоняя Стирая С лица Земли Это Будут Черкесы Которых Выгнали Из земель Которая Сейчас Называется Сочи Исконно Русскими В кавычках Придется Извиниться Перед Народами Которых Русские Прозвали Мордвой Почему-то Финно-Угорскими Придется Извиниться Перед Хантами И Манси У которых Украли Нефть И испоганили Всю природу Перед Бурятами И немцами Перед Бурятами У которых Украли И загадили Байкал Перед Всеми Всеми Окупированными Людьми И перед Якутами У которых Забрали Все богатство И обратили На пользу Рейху Перед Всеми Всеми Но главное Что должно Произойти Это покаяние Перед Самими Собой Это Сознание Того Что ты Невеликий Ты Один Из Других Ты Не Должен Вести Себя Как Свинья Ни Международных Отношениях Ни В баре В турецкого Отеле Ни В общественном Транспорте В самолете Ты Не Должен Громко Орать На людей Не Должен Орать Русским Матом По всему Миру Не Должен Орать На детей Это Делают Только Представители Одного Ментального Сообщества Которое Мы Говорим Это Все Части Имперского Духа Который Себя Сам Воспроизводит На самом Деле Это Дух Рабской Империи Дух Рабов Единственной Забавой Которых Является Унижение Других Именно Раб Этим Отличается От Свободного Человека Если Они Джейис Крайз Воспринимают Вполне Адекватно Читая Князя Мышкина Действительно Верят Этому Вульгар Нейшему Персонажу Которому Специально Очень Хитро Автор Дает Ему Как Инструмент Своего Как Инструмент Выражения Извращенно Понятого Гуманизма Автором Он Его Делает Ментально Больным Естественно Проецируя Самого Себя Обожая Свой Собственный Гуманизм Вкладывая В Князя Мышкина Весь Пошлый Бред Который Только Может Высказать Больной Человек Совершенно Амбивалент Мульти Мультиплицированным Сознанием Где Вообще Нет Никакого Зерна Кроме Пороков От 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 Убийства До Педофилии Это Воспринимается Святостью Хороший Ход Дать Это Все Свои Пошлейшие Сентенции Всепрощенческие Всеобъемлющие Всепонимающие Умственно Нармал Человеку Пройтись По всему Дну От убийства Бесконечных Убийств От Бесконечного Садизма Бесконечных Пороков Мы сидим На дне Где Святой Князь Всех Понимает Всем Сочувствует Это Бесконечных 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 Пояло Наркотическое Наркотическое Современное Российское Государство Начало Свою Историю С Войны В которой Отразилась Вся Суть Кровожадность И коварство Эта Война На моих Глазах Она Развивалась Да Она Эти Бомбежки Когда Это было По-моему До Рождества Точно 94-го Года Потому Что Я помню Как мы Жили Как мы Жили Там По подвалам Как Западные Журналисты Уехали Осталось Нас Там Несколько Западные Журналисты Между прочим Уехали Знаешь Почему Потому Что У них Была Страховка У нас Страховки Не было У нас Бывших Социалистических Здесь Даже Такого Понятия Что Тебя Застрахуют Как Журналиста Который Ездит На Войну Просто Не было Тогда И мы Без Страховки Могли Остаться Потому Что Убьют Никто Ничего Платить Не будет Ну да Мне Говорил Что Если Нам Только Не Мешали На Кавказе Был 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 Только Чтобы Москва Не Лезла Так Вот Когда Дудаев Решил Взятых В плен Бандитов От России Они Заслали Записывая Как Контрактиков Хотя Это Были Молодые Парни Взятые В армию Их Послали Убивать Чеченцев А Чеченцы Взяли В плен И Так Как Россия Отреклась От Вагнера Вы знаете Что Американцы Сделали С Вагнером Это Не Ваши Ну Ладно Их Нет Вот И Путин Даже Не Подумал Что Отрицает Что Это Зеленые Человечки Это Не Мы Нас Там Нет А Если Бы Ему Сказали Хорошо Тогда Зеленых Человечков Тоже Нет Мы Списываем В Расход Еще Не Додумались А Там В Сирии Это Сделали Списали В Расход И Путин Сам Согласился Что Это Не Наши Вот Так Дудаев Не Пошел В Этому Пути Что Это Не Ваши Мы Их Расстреливали Это Бандиты Они Вторглись Они Грабят Они Убивают Насилуют Вот Их Уже Нет Дудаев Их Отпустил Чтобы Только Матери Приехали И Солдатские Матери Тогда Было Движение Было Мощное Моральное Организация Солдатские Матери Поехали В Чечню И Взяли Своих Синовей И Отвезли Домой Из Плен Домой Домой Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok